Одна из самых крупных – здравниц Анапы. Первую летнюю смену в «Жемчужине России» провели свыше 5000 детей, в их числе почти 1300 ребят – жители Краснодарского края. Минсоцразвития Кубани проверяет, как принимают юных туристов, наших земляков. Совместно с вице-мэром Анапы Людмилой Марашовой смотрят основные моменты – пропускной режим, оздоровление, организация питания и пляжный отдых. Требования полиции соблюдены – ограждение по всему периметру 5 километров, 10 постов охраны, договоры с лицензированным ЧОПом и группы быстрого реагирования. Видеонаблюдение на территории имеется в количестве 164 камеры. Из них 4 камеры установлены на пляже. Ведется круглосуточный обзор всей территории и запись в течение 30 дней сохраняется на сервере. Для организации детских перевозок закупили 6 комфортабельных автобусов. При выезде с территории двух и более транспортных средств – обязательное сопровождение ГИБДД. Приехали в лагерь и сразу же на осмотр к врачам. Новые детские группы в «Жемчужине России» принимают регулярно, а потому без первичного медицинского фильтра не обойтись. Здесь есть врачи-педиатры, которые осмотрят первичный осмотр ребенка. После первичного осмотра заполняется вся входная документация, которая необходима по приказу Министерства Драгоградии. В летнее время санаторий реализует оздоровительные путевки с лечением весной. Тем не менее, при необходимости детей примут педиатр, лор-врач, стоматолог. Есть комната релаксации, бювет с минеральной водой и полезные кислороды и коктейли дети обожают. Время проверки пришлось на обед. В столовой шумно, а вот на пляжах сиеста. Четыре часа на побережье вновь будет. Яблоку негде упасть. Во время купания детей у нас есть спасатель на вышке. Кроме всего прочего, у нас две лодки спасательные. Одна контролирует с этой стороны, другая движется оттуда. Лодки снаряжены в полном объеме. Мы провели водолазное обследование, где у нас выявлены опасные места, там у нас все отмечено. Наверняка это не последняя проверка в жемчужине России. В этом году здесь отдохнет 21 тысяча детей, в их числе 4 тысячи ребят из городов и районов Краснодарского края. Мониторинг, на мой взгляд, мы провели качественно. Не было никаких поблажек. Каждый специалист смотрел свое направление в соответствии с теми требованиями, нормами закона и нормами СанПИНа. Есть, конечно, замечания. Без замечаний быть просто не может, потому что я называю детскую здравность уже живым организмом. Здесь все время идут какие-то изменения, как минимум появляются новые дети. И, конечно, они приносят абсолютно какие-то, может быть, даже другие или новые условия. Поэтому замечания есть. Но хочу сказать, что по сравнению с январем и февралем, когда мы здесь были первый раз, не столь существенные. Они будут отражены в акте, в котором распишется руководитель этой здравницы. Я думаю, что в следующий раз, когда мы сюда придем, они будут исправлены.